Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. К вашему вниманию очередная задача от Куба Дорог на знание правил дорожного движения. Итак, какие из предложенных действий запрещены нашему водителю в данной ситуации? Нам предлагают следующие варианты ответов. Вариант номер 1 разворот, вариант номер 2 объезд препятствия, вариант номер 3 выезд на левую полосу с последующей остановкой слева на краю проезжей части, вариант номер 4 все из предложенных действий разрешены или вариант номер 5 все из предложенных действий запрещены. Правильный вариант ответа, как всегда, в конце видео. А пока вы можете выбрать свой вариант ответа и время пошло. А пока вы решаете эту задачу, я хочу вас попросить поддержать команду Клуб Дорог, подписавшись на наш канал на площадке Яндекс.Дзен. Сделать это можно, перейдя по ссылке в описании. Итак, время вышло, ваш ответ готов. А теперь вместе решаем нашу сегодняшнюю задачу. Данная дорога, хотя и обозначена знаком начала населенного пункта на синем фоне, в данной ситуации требования правил, которые действуют в населенном пункте, не применяются. Проще говоря, наш водитель находится на участке дороги вне населенного пункта. Впереди по ходу движения у нашего водителя препятствие. Ему хочется как-то с этой проблемой разобраться. От полосы, предназначенной для встречного движения, его отделяет разметка 1.11. При этом она обращена к нашему водителю прерывистой линией разметки. Выполнить разорот в данной ситуации нашему водителю разрешается. Нарушений в данном действии нет. Кроме того, нашему водителю разрешается выполнить объезд. Он может пересечь разметку 1.11 со стороны прерывистой линии разметки, а также со стороны сплошной линии разметки, возвращаясь в свою полосу. А вот выехать на левую полосу с последующей остановкой слева на краю прерывистой части нашему водителю запрещается. По той простой причине, что остановка с левой стороны дороги вне населенного пункта запрещена. Так что из всех предложенных действий нашему водителю запрещается выезд на левую полосу с последующей остановкой слева на краю проезжей части. Правильный вариант ответа номер 3. Ну вот, на сегодня и все. Надеюсь, что разбор данной задачи был вам интересен. До новых встреч!